Всем привет! Сегодня мы продолжим рубрику «Чек-лист по работе с проблемной зоной». И темой нашего видео будет зона носогубных складок. Я расскажу, какие типы носогубных складок бывают, расскажу о причинах их появления и распишем план действия. Носогубные складки образуются двумя изломами, идущими от крыльев носа до уголков рта, иногда ниже. Но на это есть свои причины, о которых мы с вами еще поговорим. Наличие и степень выраженности носогубных складок не зависит от возраста, а скорее обусловлены анатомическими особенностями строения лица, типом кожи и особенностью выражения мимики. Носогубные складки по сути являются физиологичными заломами, которые формируются в мышечном слое уже в подростковом возрасте. Носогубные складки есть у всех, но степень их выраженности различается. Например, при мелкоморщинистом или усталом типе старения носогубная складка выглядит как тонкий поверхностный залом. На сухой и обезвоженной коже такой излом проявляется уже довольно в раннем возрасте. Но если правильно ухаживать за кожей, избегать пересушивания кожи, то можно избежать раннего закладывания морщин в области носогубного треугольника. Второй тип носогубного залома формируется по типу градиентной складки, которая образуется за счет значительного перепада высоты верхней губы и области щеки. Со временем выработка коллагена и эластина уменьшается, кожа становится менее упругой, а носогубные складки более выраженными. Из мелкого штриха поверхностный залом превращается в глубокую дермальную морщину. И еще один вид носогубной складки, который формируется в зрелом возрасте, имеет широкое дно, но без дермального излома. Так характеризуются носогубные складки по глубине залегания, но также они могут различаться по форме и длине. По форме носогубные складки могут быть выгнутыми или круглыми, прямыми и нависающими. По длине носогубные складки по отношению к уголкам рта могут быть короткими, длинными и протяженными. Косметологам и пластическим хирургам важно различать типы носогубных складок, так как от этого зависит метод коррекции и результат. А для тех, кто за естественные методы омоложения, предлагаю разобраться в причинах появления носогубных складок, для того, чтобы предупредить или минимизировать степень их проявления. Итак, причиной появления носогубных складок может быть гипертонус сколовых мышц. Не могу сказать, что это серьезная причина, потому что без улыбок и смеха жить очень грустно, но мы можем себе помочь с помощью расслабляющих приемов. Расслабив сколовые мышцы, вернув им физиологичную длину, мы можем уменьшить проявление носогубных складок. Более серьезная причина появления носогубных складок является слабость сколовых мышц. Слабыми и атоничными сколовые мышцы становятся из-за особенностей мимики. Например, когда человек стесняется улыбаться и улыбается с опущенными уголками губ. В этом случае подключаются треугольные мышцы, которые тянут уголки губ вниз. Скуловые мышцы в это время не работают, и мы получаем плоские щеки, опущенные уголки губ и протяженную носогубную складку. Почти такой же эффект мы можем получить при мимике, которая выражает такие эмоции, как брезгливость, пренебрежение и презрение. Только в этом случае носогубный залом будет более явно выражен в области крыльев носа. Это начало закладывания носогубной складки. Чем чаще мы будем выражать такие эмоции, тем более выражены будут носогубные складки такого типа. Следующая причина – это напряжение жевательных мышц. При спазме они укорачиваются, и мягкие ткани стремятся к центру и вниз, создавая нависающий залом. А если сюда добавить стираемость зубов по причине спазма жевательных мышц, или отеки по причине нарушения статики шеи и напряжения мышц шеи, то процесс закладывания носогубных складок ускоряется. А сейчас я добавлю ко всем вышеперечисленным причинам самую главную причину этой проблемы. И этой причиной является постоянный наклон головы вниз и закрепощенный грудной отдел. Когда мы находимся с опущенной головой, во время работы, во время рукоделия, во время долгого нахождения в телефонах и планшетах, происходят серьезные изменения в лице. И это касается не только мягких тканей, но и костных структур. Если коротко, то при наклоне головы нижняя челюсть меняет свое положение. Линия нижней челюсти укорачивается, так как нижняя челюсть уходит назад. Язык открепляется от верхнего неба, верхняя челюсть теряет опору в виде языка. Средняя треть лица начинает западать внутрь, лицо развивается по вертикальному типу и становится более плоским. А мягкие ткани медленно, но верно стекают вниз, образуя заломы и провисание. Таким образом, в образовании носогубных складок важную роль играет гипертонус и гипотонус куловых мышц, спазм жевательных мышц. Важную роль играет мимика и положение головы, которое зависит от осанки и статики шеи. Еще несколько факторов, от которых зависит степень выраженности носогубных складок. Это неправильный прикус и неполный зубной ряд, а также одностороннее жевание. В этом случае мы можем наблюдать асимметричные носогубные складки. Итак, с причинами все понятно, теперь нам нужен план. В первую очередь нам необходима коррекция осанки, раскрытие грудного отдела и нормализация статики шеи, расслабление мышц шеи для устранения имеющихся отеков, постоянный контроль за положением головы и наклоном головы, постоянный контроль за мимикой. Наблюдаем, какие эмоции мы выражаем, как мы улыбаемся, в каком состоянии у нас скуловые мышцы, жевательные мышцы. Контролируем положение языка, следим, чтобы язык всегда лежал на верхнем неме. Заботимся о сохранности зубов и о здоровье кожи, чтобы у носогубных складок не было шанса зафиксироваться на вашем прекрасном лице. Все приемы и комплексы, которые помогут избавиться от глубоких носогубных складок, я оставлю в описании к этому видео. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новую видеоинструкцию.